Практично все научные установки Гомельской области готовы до начала нового научного года, причем тычется это как городских, так и сельских школ. Наши корреспонденты наведали одну из наистарейших установ региона, которая работает в Добрышском районе. На сбу Ленина эта вёска отрымала после Кастрышницкой революции, а до этого она называлась «Папокой». Мясовые жахары лишат, что не уапошню шаргу по причине наявности Великого Дравлянного Храма. Тая церковь до нашего часа не заховалась, но в современном агрогородке есть на пауразбурный дом Свято-Микольской церкви, которая в письмовых крынецах о першине узгадывается в 1897 году. Именно сюда приходили на богослужения ученики открытого у вёсцы Народного училища. История нашей установки начинается с 1869 года. В тот год было открыто Народное училище, в котором учились 38 мужчин и 2 ученики. А уже в 1925 году это была средняя школа, одна школа в районе, на той момент в Тераховском районе школа. И сюда приходили дети еще с умежных районов Украины и России. А в 1938-39 научальном годе школа наличивала 17 классов комплектов. А гульной колькостью 532 ученики было. Установу эдукации ленинский детяши сад, початковая школа можно лишить правопераемникам Народного училища. По усиляким выпадку свою историю яна отличивая минавита с 1869 года. 1 вересня 2020 года за парты тут сядусь 53 навученцы. И аше 25 выхованцев наведывают детяши сад. Гэтые лечбы утрымливаются на таком узровне не дзя 5 апошних годов. Для наставников гэта низкая нагрузка. Але у невеликих классах есть и свои плюсы. Зато сложились такие условия, что лучший подход индивидуальный к каждому ребенку. Индивидуальная работа, индивидуальные задания готовятся с учетом их развития, с учетом их типа темперамента и так далее. То есть все учитывается. Сучасный будинок Ленинской початковой школы узведены у 1963 годе. Причим, першопочаткова тут меркавалася разместись клуб. Але потом вырешали, что школа больше потребная. До початку нового научального года за спонсорские и позабюджетные сродки зарабили ремонт. И теперь чакают новученцев. Вучни, дарыши, по час приезду нашей сдымочной группы так само знаходзеляся на территории школы. Дакладни на ее спортивной плясовцы. У агрогородку гэта самая лепшая меса для занятка у спортом на аматорском узровне. Навученец 6-го класса, який представляется Сергеем Сергеевичем Лопатенком, каже, что свою школу любит и на занятке пойдет за довольнением. Мне очень нравится в этой школе учиться. Тут хорошие дети, все дружат, оценки получаешь. Приходишь домой, делаешь уроки. Опять с утра приходишь в школу. Все учишься, узнаешь что-то новое. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадо компания «Гомель», Дубровский район.